пошел давать тепло было они расползли вторая лепешка надо давать утром рано когда ничего не это самое все тоже 13 числа смотрите косули все исходили на траву сюда приходили покушать так мы живем с природой очень пришел меня тест получается оля маркус я негативные груди позитивных папа тоже негативных с папой час контакт сократили потому что она знаете как сегодня негативный завтра позитивно лучше понимаете очами перед здесь чем не да здесь тут вообще не меня послите капитально о лёшка смотрите вот это да они даже спали у меня тут я так понимаю что-то лёшка заветрано о еще одна-две круто о как как нифига себе как как знаете как афигеть а мучера только соли шли разговаривали много слушая как они спят как человеку ну вот так вот так и как бы в россии то охотился маленько поэтому знаю как эти дела происходят он еще одна лёшка это ребята называется германия я и природа я честно говоря горжусь тем что у меня на участке папа поспали косули приеду домой час покажу детям они такое никогда не видели и будет удивительно я считаю что чего вот должен ценить природу мы были 2012 году в питере это вот эта академия сельскохозяйственной в городе пушкина на одна из самых старейших на российской империи было еще организована и ректор заведения читала лекцию сначала мне показать какой-то такой странный думаю блин сектант какой-то а потом он ведь я должен быть вам на рассказать потому что вы пчеловоды всех ближе к природе и как бы ну поняли да суть мысли как бы вы заботиться должны о природе и вы должны баланс сохранять и все так в этом плане потом сказал что город это каменный гроб и он постоянно пополняется за счет синички дохлых пчелок собирают следы натоптаны город пополняется седа за счет но в при прибывших с деревни то есть то есть как бы город сам по себе плохо развивается если бы не постоянное село как у нас комментарии были один написал город как там все строится как все круто а другой тут же написал так ваш город строится за счет того что село масса уезжает потому что жизнь на селе просто ну короче все понимаешь я имею ввиду за счет этого развивается город а у нас вот как-то так вот у меня деревня от это она короче от дома до дома 7 километров лопса как бы германии то шибко нет разница где живешь ты потому что все рядом кто хочет от работу рядом находит кто не хочет подальше находит естественно от оплаты многое зависит дядя он отвалил от меня вот поэтому люди как-то так вот по работе то ну кто где у нас есть то на фортсваген ездит работать 60 километров примерно может 50 километров от меня есть зарабатывают деньги поэтому каждый сходит с ума по-своему у нас пока как-то так вот ну вот я не готов на работу если самое далеко ездил 25 километров и это реально задница потому что ты туда едешь полчаса спишь если ну с кем-то есть обратно едешь спиши получается час твоей жизни просто на дорогу уходит если атаку всю жизнь работа внутри след если 30 лет по часу 30 лет сколько жизни уходит просто на дорогу это вообще сейчас планирую последний год отработать уже шефом поговорил и посмотрим что будет хочу на лето взять отпуск без содержания вот потому что как бы тоже туго по деньгам если уйдешь на страховки самому платить туда-сюда маленько сложно пробовать надо все равно нам стартовать и пробовать не попробуешь не узнаешь не узнаешь пожалеешь пока как-то так вот у нас посмотрите что я даже дело в общем в чулке начали сыпаться поэтому-то их и начал кормить а посмотри как разошлись я вчера также дурень днем открыл и они все разбежались по улю получается короче надо открывать сразу давать поэтому я отложу вчера подкормлюсь и оставил это все дело но сегодня утром утром первым делом вышел пчел короче так вот все происходит у нас посмотрим что дальше будет солнце ярко давит вылетают какаются видимо от стресса влажно стать и смотри насколько большая память какие кристаллы вырастают за ночь кстати с моей как мало уже осталось рамок у меня коробок нету проблема что час магазин просто так не съешься кстати с негативным тестом ты можешь ну как бы заниматься жизнеобеспечением семьи то есть из дома можно выходить закупаться можно работать нельзя и прочее ну где масса людей долго нельзя находиться до двадцать первого числа мы будем если симптомов не будет уже тестироваться не надо ничего не надо просто на работу пойду и все дай бог все будет хорошо у всех в общем рамочки потихоньку уходит потому что надо все в коробке две ясны составить и тут покрасить надо стены тут мы уже сделали все потому что эта комната последняя осталась в общем топлю вот этой штукой ветерок его называю ну и что замерзнет плюс все где-то градусов в общем нормально потому что вот я не знаю в один это трубы точно вода есть это размерница будет палево поэтому сюда я приехал посмотреть нужно мне взять еще кое-что тут у нас медовуха и мне надо три коробки вишневые медовухи я думаю что у меня уже нету как раз осталось три коробки в общем это такой знаете бизнес маленько не очень хорошие так скажу денег на нем заработаешь на раз в ресторан сходить так все упаковано в общем этим можно торговать свободно германии хоть цистернами если кто-то возьмет я вот в рево сдал если я не знаю может ребята с германии скажут как у них это дело идет если они этим занимаются евро его сдал так на 4 сорта по 8 бутылок получается что у нас 8 коробок по 648 бутылок они продавали полгода я тебя заработал грубо говоря там упусть товара за полгода это конечно он смешно для меня допустим алкоголю садидам такой еще лайфхак алкоголь невыгодно отдавать мед на переработку всем прокрашена его нет возможности продать тогда еще можно там глупо говоря цена будет подавара или еще что-то если вы отдаете какого как он будет багвине а если у вас нормальный мед и вы будете отдать на переводку ни фига не выгодно поэтому есть и вы решили отдать мед на переработку ребята в первую очередь посчитайте допустим я посчитал у меня по оптовой цене посчитал даже мед по 420 хотя у меня был практически три ведра ли сколько ну не помню смысл в том что у меня себестоимость его вышла по 4 евро если 420 почитать как я воздаю за бутылку 430 евро вот а я его отдаю 555 евро бутылку и такое как уже второй год торгует 1600 я за переработку отдам а получается производители продают бутылку по 370 и по технологии из килограмма меда выходит 4 литра медаухи и вам и получается получаем намного меньше то есть переработчик тырит у нас мед грубо говоря плюс он как сказать то берез нас деньги за переработку и в итоге у нас получается продукция дороже чем у переработчика и соответственно ну допустим я считаю что талахатрон полный то есть вот я лошара вот и мой друг тоже лошара потому что когда ему схему это показал где-то моего я не считал вот но у него хорошо продается я не знаю кто пьет это как бы но это не мой вкус для вишневая еще нормально другие три сорта как бы ну не моё еще с этой как она без дико калюнда короче везде конора по-русски будет с нее еще идет как бы вкуса другие такие белые сорта как бы плохо для меня на вкус поэтому считаете хорошо и не давайте себя обмануть потому что обман есть грамотно это как бы не обман это маркетинг как бы все равно если понимаете мне выгоднее было за 370 купить чем я отдал за переработку то есть ну вот как-то так всем всего хорошего в таких делах считайте принимайте решение они так что я хочу и все как вы поэтому короче думаю потом делаем теперь у меня еще такая просьба к людям пожалуйста не пишите мне про денисовский улья потому что ну как бы проблема маленько доставкой существует определенная меня денис подружбы перекинул как бы у нас получилось это получилось не в том количестве в котором я хотел определенные проблемы существуют потому что между нами польша и пограничники не пропуская в том количестве таком как оно должно быть или хотелось бы через знакомых идет и как бы вот так поэтому про улики меня не спрашивайте но я могу вам посоветовать вот это я могу посоветовать вам бибокс вот я получил от ивана но у них по моему он только надо дан в общем а так вот мы затарились а и у меня также вот как сказать совет к ребятам то только хочет вот в данный момент заняться пчелами то берите бибокс и потому что вот это вот но здорово помогает видео да у дениса нету это у моих у лев нету и конечно сам вверх вот этот вот шестирамочника вани большое спасибо сайт вани на страничке кому надо звоните он вам расскажет вот он мне прислал два шестирамочника и где денисовский то денисовский чуть чуть не подходит это конечно проблема для меня маленькая маленькие в размерах что-то не то ничего страшного разберемся в общем кого интересует бибокса если вот и только хочешь сейчас стартануть и ты в германии то я думаю что по цене и качеству бибокс на сегодняшний день лучше вот именно вот из этих пластмассовых штук потому что ничего не сломается можно стучать сидеть и прочее это большой плюс отличие других у лев которые сегодня представлены на рынке звоните спрашивайте меня не беспокойте на эту тему потому что у них есть хозяин он этим занимается как бы вообще не хочу рекламировать ничего но я рекламирую именно те вещи которые мне самому нравится которые я хотел допустим вот юра жмайло сказал лучше бибокса нету потом еще один знакомый а коля аллыкин который именно торговала ими тоже сказал лучше нету и именно из-за того что я додан хочу попробовать я их завел у меня есть четыре корпуса цандер и остальное додан вот на пробу я взял и дальнейшее все мы будем на бибоксах работать сейчас должна не выпустить корпус на 159 рамку то есть для цандера и тогда для меня будет все отлично если у меня пройдут испытания мы будем брать низ додана наверх все цандер пойдет по плану вот потому что станок я же не буду из-за улев менять как-то так ну как сказать мы предполагаем а бог располагает посмотрим что будет вот такая вот реклама вот это реально крутые штуки потому что вот у буржуя сколько они больше десяти лет я думаю они работают ничего нигде не сломалось естественно как бы имеются признаки износа но по крайней мере вот в этих местах где ты ковыряешь там ничего нет